Российские чиновники и экономисты, в частном правительственном отчете за 30 августа, предупреждают о глубоком и длительном экономическом ущербе стране, в результате действия санкций. Об этом сообщает Bloomberg. Журналистам удалось ознакомиться с документом, подготовленным для закрытой встречи чиновников России. Документ, является результатом работы официальных лиц и экспертов в различных отраслях, которые пытались оценить истинное влияние экономической изоляции России, из-за вторжения в Украину. Отчет описывает гораздо более ужасную картину, чем обычно делают официальные лица в своих оптимистичных публичных заявлениях. В нем говорится, что ключевые секторы экономики сталкиваются с резким падением производства, оттоком капитала и мозгов. Например, в отчете прогнозируют три сценария для российской экономики в последующие годы. Два из трех сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на уровень до 24 февраля, только в конце десятилетия или даже позже. По, инерционному, сценарию, в следующем году экономика достигнет дна на 8,3% ниже уровня 2021 года, тогда как по менее радужному прогнозу, минимум на 11,9%. Помимо самих ограничений, охватывающих примерно четверть импорта и экспорта, в отчете подробно описано, как Россия сейчас сталкивается с блокадой, которая, повлияла практически на все виды транспорта, еще больше отрезая экономику страны. Технологические и финансовые ограничения, лишь усиливают давление. По оценкам отчета, к 2025 году страну могут покинуть около 200 тысяч специалистов в сфере IT. В отчете предупреждают об уменьшении объемов производства в ряде экспортно-ориентированных секторов, начиная от нефти и газа, заканчивая металлургией, химической промышленностью и изделиями из древесины. Хотя позже возможно некоторое восстановление, эти секторы перестанут быть движущими силами экономики. По всем сценариям, давление санкций усиливается и к ним может присоединиться больше стран. Резкий отказ Европы от российской нефти и газа, также сильно ударит по финансовым возможностям Кремля. При этом, если мировая экономика скатится в рецессию, предупреждает отчет, Россия может пострадать от дальнейшего сокращения экспорта, поскольку спрос на ее продукцию исчезнет первым. Это может спровоцировать падение рубля и всплеск инфляции. На отраслевой основе отчет подробно описывает масштабы поражения от санкций. Сельское хозяйство. В общей сложности 99% производства птицы и 30% продукции молочного скота зависит от импорта. Семена основных культур, также в основном завозятся из-за границы, как и корма для рыб. Авиация. 95% пассажиропотока перевозится на самолетах иностранного производства и отсутствие доступа к импортным запчастям приведет к постоянному сокращению флота. Машиностроение. Всего 30% станков российского производства, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос. Фармацевтика. Около 80% внутреннего производства зависит от импортного сырья. Транспорт. Ограничения ЕС втрое повысили расходы на перевозки. Связь и сфера IT. Ограничения на сим-карты могут привести к тому, что скоро начнется их острый дефицит, а телекоммуникационный сектор будет все сильнее отставать от лучших мировых стандартов. Больше новостей у нас на сайте. Спасибо за просмотр, лайк и подписку.